Обрести дополнительную уверенность в себе тебе позволит дезодорант «Жемчужная красота» от Невея. Он надежно защитит тебя на 24 часа и поможет твоей коже оставаться красивой благодаря формуле с натуральным жемчугом. Андрей, расскажи про свою сестру, как ты увольняешь каждый день бедную несчастную. Я ее увольняю каждый день. Расскажи, кем она у тебя работает? Она работает у нас в группе Иванушки к художникам по костюмам. За 10 лет сколько мы гастролируем. Она потеряла вагон наших шмоток. Но она же родной человек, потому что с нами 10 лет. Не подсиди. А вот если бы она была чужим, я бы уволил лет 9 назад. Про вас все говорят, все пишут, что вы самая эффектная, самая стильная, самая яркая пара. Ну не только в спорте, но и вообще уже теперь в шоу-бизнесе. Тесты были какие-то на совместимость? И вообще в спорте есть ли эти тесты? Пара вы про меня и Романа. Про Александра. Просто в спорте и... Не портятся отношения личные от того, что он тренер. Он может там отругать, накричать, обидеть себя. Или наоборот он как-то себя по-другому ведет. На самом деле, а кто не ссорится, как сказал один мой знакомый, без отношений нет отношений. Правильно? Должны быть плюсы и минусы. Поэтому что он мой тренер, что он совершенно заниматель... И как вы познакомились? С Сашей с Майей, тогда была пара Усова-Жулин. Просто меня покорили своей красотой, своей грацией. И вообще я влюбилась в пару в эту и знала их, как бы... Да, мне было 12 лет. Потом прошло много-много лет. Я из маленькой девочки превратилась в лебедя прекрасного. Ну и в какой-то момент Александр стал обращать на меня внимание. И мне это очень стало нравиться. Очень многому учил, рассказывал. И, конечно, ну как бы все началось так, да. А потом я почувствовала, что он уже смотрит на меня не просто так. Как на спортсменку. Как на предмет обучения. Предмет вождение. Так почувствовала, почувствовала, да. А стал уже смотреть на предмет вождение. Момент почувствовала, да, этот? Это само собой. Ну, недаром он, конечно, считается один из самых сексуальных спортсменов. Он даже был секс-символом какое-то время. Да и в принципе мужчина. Я где-то слышал, кто-то мне говорил, что он даже иногда так вот кичился этим и говорил, что ты живешь с символом России. Звездная болезнь была у него на этом поне, да? Ну, конечно. Немножко накрыла, да? А потом ты его приобрела. А что потом, когда ты была выбрана? А теперь я ему говорю, ну, а ты вообще номер 18 молча. Ну, дело в том, что действительно есть последний рейтинг. Ну, отдача была. Самых сексуальных людей и в спорте, и в шоу-бизнесе. И действительно, ты теперь первая? Ну, конечно. А он возил вас. А он возил нас. Я надеюсь, что он сильно не переживает. Дома нет скандалов из-за этого. Нет, нет, он первый. На самом деле это было очень смешно, потому что меня дома не было в этот момент. Дома были моя мама, то есть теща и он. И когда, ну, то есть все знали, что я там буду участвовать в этом конкурсе, но никто не знал, какое место. Ну, на что, ну, мой муж, конечно, говорил, ну, если ты в десятку попадешь, это будет круто. На что теща говорила, что она будет первая. У них такая борьба, борьба. Ну, и, конечно. Когда он был сексималом? Ну, для всех был, конечно. Ну, как бы мне стало приятно очень. Он первый мне написал, позвонил, поздравил, говорит, прости, прости, что я была к тебе так необъективным. А как он за тобой ухаживал? Какие-то, может быть, ну, в час ли дарил тебе какие-то подарки? Может быть, были какие-то романтичные, романтические с его стороны? Ну, например, он приезжал ко мне из Америки, прилетал практически на каждые выходные, каждую субботу-воскресенье, там, на протяжении полугода. Ну, не каждый, но вот часто. Потому что я тренировалась в Москве, а он в Америке. Долго вы жили вот на таком длинном, на таком совершенно сумасшедшем расстоянии? Ну, полгода, полгода где-то. Как сохранить отношения, когда разделяет океан? Ну, видится чаще не... Как сказать, господи? Видится не реже, чем раз в две недели, я считаю. Я думаю, что мы сейчас сможем сделать правильные выводы, если безотрывно от экрана будем наблюдать за нашим сюжетом «Ты и он», потому что он расскажет о том, как сохранить отношения, если вас разделило расстояние. Жулин, я просто вспоминаю, он такой брутальный, такой эффектный. И, конечно же, эти заразы-поклонницы, они наверняка одолевали. Какая-то ревность присутствует в жизни? Ну, конечно, присутствует. Как она выражается? Ну, вот, например, Тина Канделаки. Я в сердце. Нет, вот смотри, я тебе могу сказать как пример. Тина Канделаки, например, говорит, что я не стесняюсь того, что я могу ему сказать, так, ну-ка дай-ка мне сюда телефон. И прямо у него на глазах пошуровать, почитать смс-ки, посмотреть. Ты сейчас научишься. Очень правильно. Не делай, кстати. Я бы отлупил. Так я тебя сейчас убью. Нет, говори. Если женщина любит мужчину и хочет с ним остаться, она должна за него бороться. А твой-то ревнивый? Потому что блоги даже писали, что он устроил кипиш, скандал про то, что Башаров в тебя влюблен, и это уже для него было как каким-то потрясением. Кипиш, скандал? Да, да, да. Было? Никогда в жизни такого не было. Хоть бы раз было бы. Он ревнивый вообще? Ревнивый, но кипиш и скандал никогда в жизни. То, что Башаров влюблен, ты не отрицаешь этого? Не отрицаю. Влюблен, да? Влюблен, правда. Ой, запал, подставка. Ой, запал. А как он проявлял свою влюбленность? Обходительностью. Он даже по ночам мне звонил. Правда? Ну, было в момент. Ну, он так чисто поболтать, он всем звонил. Потом я уже поняла, что так нужно на ночь по-любому отключать телефон. Чтобы Башаров не дозвонился. А пока мы прервемся на рекламу на канале ТНТ, и с этим нам придется примириться. Каждой блондинке светлую голову. Или дуры-недуры, а карьеру сделали. Мы снова в студии. Программа «Космополитен видеоверсия». И у нас в гостях очаровательная Татьяна Навка. А вот по поводу откровенной фотосессии, что Жуль не сказал? А что там было откровенного такого? Ты же ему сказала до того, как у тебя пошла сниматься. Вот какая была реакция? Вот мужчина слышит, журнал такой-то. Я ему сказала, что я ничего не буду показывать. Так, а он? Замечательно, иди. Я так боялась, что его родители, его отец там увидят, как-то так отреагируют. Его отец даже сказал, дай мне тоже фотографию. То есть очень всем все понравилось. И у нас она стоит, и все любуются. И там ничего такого откровенного нет. Вы два таких темпераментных человека. Мне кажется, вы должны скандалить темпераментно, да? Мы, конечно, ругаемся и можем там прикрикнуть. Но это прикрикнуть. В легкую. А кто потом чаще подходит мириться? Ну, в основном, конечно же, я. Тань, ты блондинка. У тебя есть любимый анекдот про блондинок? Что-то было очень смешно. Я, можно расскажу тебе анекдот? Мы с тобой вместе сейчас его расскажем. Ты меня поймешь. Я, потому что сама тоже блондинка до того, как перекрасилась была. Две блондинки застряли в лифте. Одна кричит. Спасите! Помогите! Выводите нас! Скорее! А вторая говорит, не слышит тебя никто. Дай кричать вместе. Три-четыре. Вместе! Вместе! Почему ты блондинка и вот сейчас? Ты, 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 ты... Всегда была блондинка. На самом деле, я ужасно уже второй год хочу перекраситься. Попробую у тебя брюнет. У тебя нет времени перекрасить пойти? У меня есть время, но я боюсь. Тебе не кажется, что светлые волосы женщине помогают? Или, наоборот, мешают? Нет? Есть столько брюнеток, настолько необыкновенно вообще, от них глаз нет вести успешных и умнейших, и точно так же, как и блондинок. И точно так же брюнетка может из себя сделать такую блондинку, такую хи-хи-ха-ха. Да, и все-таки есть расхожее мнение, что блондинки более сексуальны. Но вот в чем вот дело, как ты считаешь? Вот сама как блондинка. Я так не считаю. Молодец, я даже больше скажу. Если поставить 10 шикарных блондинок и одну симпатичную брюнетку среди них, все будут смотреть на нее. Ну что ж, помогает ли блондинкам цвет волос? И где постаралась природа, а где осознанный выбор красавиц с белокурыми шевелерами, в нашей рубрике «Только ты». Я сейчас вспомнила Олимпиаду, и вообще вот эту историю про блондинок и брюнеток. У тебя же номер-то был Кармен. Я была уверена, что перекрашусь в темный цвет, потому что Кармен, естественно, должна быть только брюнетка. Прикладывала парики, но не решилась по причине, просто вот испугалась суеверия, испугалась. Подумала, что вот блондинка, вот уже столько лет. А что может быть? Сексуальный или стильный? Мне кажется, это все так вместе должно быть и сексуальность, и стильность. А если бы была возможность выбрать, да, как говорят, пока ты стояла в очереди за одним, а другой ушло. Вот что бы выбрала? Так как сексуальность у меня уже есть, у меня бы теперь пошла за стильность. А ты где предпочитаешь покупать вещи? В Европе, в Москве, в Америке? В Европе и в Америке. А у меня еще такая история была, у меня вот где мы жили и каток, и посередине вот я каждый день проезжаю этот огромный дорогой мол, там все эти вот дорогие бутики. И да. И вот, значит, я, когда на тренировке я ссорилась со своими мужчинами, я брала с пола дверью, я на этом ощущении бегом просто бежала. Какой скорость ты двигаешься? Сколько тысяч долларов в минуту? Я бегом бежала в эти бутики и отрывалась по полной, вот эту вот за Рому, вот эту за Сашу. Потом такая выходила поздно вечером с огромными пакетами этих всех магазинов. Ну а в Европе, мы как-то вот были в Италии, да, с мужем отдыхали, ну и там буквально день остается последний, и я ему говорю, быстро в Рим, быстро, он что, что такое, я говорю, быстро по магазинам. Говорит, а что без магазинов никак? Я говорю, Саша, ну ты что, быть в Риме и не пройтись по магазинам, это же грех. О том, как быть стильным. И мы вновь вернулись в нашу стильную студию. Через несколько минут Татьяна Навка, олимпийскую чемпионку, которая ничего не вытаскивает, это вообще чувство страха. Тем не менее, будет ждать встречи с нашим любимым и беспристрастным детектором лжи. Ну а пока... Пока я буду фотографироваться с Татьяной Навкой, вам предстоит увидеть рекламу на канале СНТ. Мы снова в студии, программа Космополитен видеоверсия. У нас в гостях очаровательная Татьяна Навка. Танюша, а сама можешь определить свой собственный стиль? Ну, сексуальный стиль у меня должен быть, конечно. А деловой стиль, строгий, там, пиджак, брюки, галстук? Ну, я рубашки люблю. Рубашки как таковой или нас мужчина рубашка? Знаете, сексуальная женщина в любой одежде будет выглядеть сексуально. Даже в бигудях. У нас в сочах говорят, в бигудях. Это, кстати, очень и тоже сможет быть сексуально. Лучшие мои дамы и господа, наш детектор сегодня столкнулся с неблагопровенным чудом. С олимпийской чемпионкой Татьяной Навкой. А похожа у нас студия на лед, да? Такая прозрачная. Угу, похожа, похожа. Не хотите в звезды два, нет? Я нет, я не умею кататься в Сочи. Ты переехал в Москву, где так мало катков. Кстати, то, что касается катков. А у тебя девочке 7 лет, она катается? Она занимается теннисом. Теннисом. Правильно, он прибыльный. Угу. Дети цветы, конечно, но ответы на вопросы очень просто. Если говорить да или нет. Ну как? Около или наверное нет цветов. Ну, покажите ваши вопросики. Вопросики сейчас услышите. Первый вопрос. Ты ревнивый человек? Нет. Обманула. Обманула. Значит, все-таки вот это чуть-чуть и сработало. Так, а мужа, мужа ревнуешь? Я мужа? Нет, вы обманываете, неправда. Ну скажи, скажи, да или нет? Скажи да. Мужа. Чуть-чуть. Ну так да или нет? Да? Ну пускай да. Вот теперь правду сказала. А вообще ты эмоциональный человек? Да. Верим? А ты завистливая? Нет. Неправда. Это неправда. Вообще независтливая. А как же? А ей не свыше завид, потому что она лучшая. У вас это вранье вот это. Я вообще независтливый человек. Об этом скажет каждый мой друг. То есть Семеновича не завидуешь? Аньке? Да. Ты что? С ума сошли? Я только рада за нее. Вот, видишь, правду говоришь. Когда искренне... У вас неправда. Не верьте вам. Так, хорошо. Скажи, а тебе льстит, когда тебя называют секс-символом? Мне все равно. Ну, льстит или нет? Скажи, да или нет. Да. Да, это не похоже на все равно. Но ты сказала правду. Мы тебя за это хвалим. Так, ты согласна, что большой спорт может искалечить жизнь? Да. Ты способна на измену? Да. Тебе льстит, когда... Смотрите, я сказала неправду. Да. Мы тебя поздравляем. У вас? Все работает. Да ну, у вас все подстроено. Не, не верю, смотри. А скажи, хорошо, по-другому поставим вопрос. Ты изменяешь мужу? Нет. Ну, ничего, все нормально. Все нормально. Так что, не волнуйся. Тебе льстит, когда муж тебя ревнует? Не знаю, да. Наконец, мы тебе понравились? Нет. А ты нас забанула. Мы тебе понравились. Так что, детектор у нас в порядке. Работает. Немножко. Гарантийный срок хранения детектора 12 месяцев, моя дорогая. Ну, ты нам очень понравилась. Конечно, вы мне тоже понравились. Я просто решила проверить. Фигурное катание – один из самых зрелищных видов спорта. А фигуристки, по-моему, самые красивые спортсменки. Ты, Таня, не только в хорошей физической форме, но и обворожительная женщина. Именно для тебя и для всех, кому хочется чего-то большего, Невея специально создала дезодорант «Жемчужная красота» с натуральным экстрактом жемчуга. Этот дезодорант не только защитит тебя на 24 часа, но и поможет твоей коже оставаться красивой, выравнивая ее тон. Кроме того, здесь в подарке ты найдешь еще много всего полезного по уходу за лицом и телом от Невея. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка. Ледяная, но не холодная. Я уже проверял. А также Григорьев Аполлонов, Алла Довлатова, ну и, конечно, вы, уважаемые телезрители. Космопоэтин говорит вам до свидания, обязательно уважаемые телезрители.